Когда мы говорим о нашем кинопроизводстве и о кино в целом, в российском, в общем, мы уже говорим не о сильной стороне, к сожалению, а если говорить о профилирующих фильмах, в том числе детском кино, то проблемы еще больше. Опять, есть основа. Во-первых, наше кино абсолютно не рыночное, не прокатное, к сожалению, у нас нет проката кино, будем объективны. Наши фильмы мало что собирают, это разовые победы, поэтому говорить о том, что в кино будут приходить деньги, а, соответственно, оно будет разрастаться и будут появляться правильные направления, как семейное кино, детское кино, говорить просто невозможно. Поэтому, к сожалению, все это пока дотационная вещь. А детское кино крайне необходимо, и необходима проблема детей или подростков для них самих. Вот это понимание, осознание себя в мире, в пространстве, в новом времени. Если это кино не снимает, то мы теряем поколение, на мой взгляд. К сожалению, чем мотивировать внесение туда денег в производство, непонятно. Когда-то отменили, например, налоговые льготы, ну, тогда было много махинаций, когда все половины денег, которые приходили на кино, отмывали. Возможно, можно было бы к этому вернуться, но уже с более продуманной системой. И, конечно же, еще одна проблема, даже если сейчас будут деньги на съемки детского кино, нету хороших сценаристов, которые будут в это не играться, потому что дети и подростки не принимают игрульки взрослых, типа аля в их детский мир. Им нужно точное понимание, что с ними происходит. Для этого взрослому человеку надо вернуться в свое собственное подсознание и память, чтобы вспомнить, каким был он. А взрослые очень быстро почему-то стараются забыть себя подростками и детьми. Это вообще, я считаю, только момент комплексов, которые, в общем, навязаны нам. И теряна техника, потому что те режиссеры, которые были, великий Ролан Выков, который работал с детьми так, что дети в кадре жили, они были равны профессиональным взрослым актерам, такого нет. То есть для того, чтобы даже, если сейчас придут деньги, снять такое кино, потребуется огромное количество времени. Потому что надо сначала воспитать такого режиссера, приготовить такую группу, которая будет правильно работать с детьми и написать такой сценарий. Но очень бы хотелось, чтобы это произошло. Наши дети смотрят, в том числе, подростковое американское кино. Опять, оно имеет право быть, там ничего плохого нет. Там есть американский образ жизни. Страна, которая производит кино, имеет право в своих фильмах ретранслировать свой образ жизни, свою национальную идею. Но тогда вопрос, они живут-то там, мы живем-то здесь. Там их дети, здесь наши. И если мы не будем снимать наше детское, юношеское кино, то у нас будут жить маленькие американцы. Может быть, это не очень плохо, они имеют право на жизнь. Но это не наши дети, не для нашей страны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!